Здесь сразу видно, кто рвется в добрые руки, а кто уже смирился провести остаток дней в окружении своих четверолапых друзей. Таких же несчастных, беспощадно брошенных или выросших на улице. Сколько бездомных щенков и котят смотрели по ту сторону вольеров на Брещан, сказать трудно. Почему их никто не берет? Надо же помогать кошечкам и собачкам. Они же милые и очень добрые. Волонтеры признаются, что уже не считают, сколько сегодня животных пытаются обрести новый дом. Число питомцев в участке по отлову и содержанию безнадзорных животных, или как благозвучнее называют его Брещане, приюте всегда одно и то же. Около двухсот. Забытых, брошенных, ожидающих, что любящие хозяева вспомнят и вернутся за ними. Но «любящие» в кавычках, как показывает практика, не возвращаются. Обреченная на непростую жизнь, эта ласковая, нежная и спокойная белоснежка нашла новый дом. Из рук новоиспеченного члена семьи Ирина выпускать не хочет. Женщина пытается найти ответ на вопрос, как можно было сдать в участок по отлову эту персидскую красавицу. «Перс, они вообще самая такая шикарная порода, самая добрая. Хорошая и ласковая, такая нежная девочка». «Уже придумали, может быть, кличку какую хотите?» «Нет, я поищу что-нибудь такое, чтобы помягче, поласковее для нее. Обычно клички должны быть мягкие, чтобы характер как-то формировался, чтобы быть мягким». Это милое, прелестное существо не единственное, которому удалось попасть в любящую семью. В ходе акции свой новый дом нашли одна собака, пять щенков и десять котят – усатых, полосатых, пятнистых, покорных и строптивых. Остается лишь надеяться, что с приходом холодов в участке по отлову наших меньших братьев станет меньше.